Здравствуйте, уважаемые дети, родители, учителя, все, кто смотрит. Сегодня мы будем говорить о лишних людях. Мы с малолетства помним веселое имя Пушкин, так писал Александр Блок. И мне кажется, в наше непростое время нужно обратиться к веселому имени Пушкина, к его жизнеутверждающему творчеству. Но говорить мы будем о лишних людях. И не только в творчестве Пушкина, но и в творчестве Лермонтова и Гончарова. Но, в общем, наша сегодняшняя тема – это творчество Александра Сергеевича Пушкина. И в руках я держу своего рода символ лишнего человека. Эту маленькую скульптурку я купила в Пятигорске, в домике музея Михаила Юрьевича Лермонтова. И, как вы видите, его герой отвернулся от людей, отвернулся от света. Это индивидуалист. Итак, тема «Лишний человек». Тема сочинений. Тоска Негина – это дань моде или глубокое внутреннее переживание. Каковы основные способы изображения характера героя? Почему Печорина относят к типу лишних людей? И кто из героев русской классики ближе всех к Обломову? Такие темы я нашла в базе данных ФИПИ. И они могут быть у нас на экзамене. Кроме того, я всегда говорю, что наши темы подходят учащимся для повторения, начиная с восьмого класса, восьмые, девятые, десятые и одиннадцатые классы. И могут подойти также для подготовки к итоговому сочинению в одиннадцатом классе. Смотрим. «Лишний человек» в русской литературе. Его отличительные черты. Конечно, это представитель дворянства. Он получил хорошее образование, поэтому чувствует свое интеллектуальное превосходство над другими. Но мы-то помним, как писал Пушкин. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Не могут применить свои знания на практике. Мы еще об этом будем говорить. Мы будем готовиться прямо к сочинению и будем говорить о том, чем пытался заниматься Онегин. И это у него не получилось. Они имеют завышенные требования к жизни, желают исполнения всех своих прихотей. Мы будем говорить о Печорине, который, можно сказать, соблазнил Беллу, который испортил жизнь мирным контрабандистам и так далее. Ощущают свою отчужденность от людей, не имеют друзей. Поэтому, мне кажется, вот это как раз скульптура и не смотрит на своего зрителя. Пытаются найти свое место в жизни, но не находят. И Печорин прощается со своими знакомыми и говорит, я уезжаю в Персию, вернусь я оттуда или нет, не знаю. А когда Максим Максимович у него спрашивает, а что же делать мне с вашим дневником, он говорит, что хотите, то и делайте. И когда Максим Максимович узнал, что Печорин не вернулся из Персии, то он решился как бы передать этот дневник рассказчику. Несчастлива в любви. Все мы помним, какие чувства и эмоции обревали Печориным, когда уехала Вера. Он загнал коня, упал на землю, лежал и плакал. И почти всегда их ожидает трагическая гибель. Но в случае с Онегиным мы этого не скажем. В случае с Чацким мы тоже надеемся на более оптимистический финал. А вот Печорин действительно уехал в Персию развеять тоску и не вернулся. И Обломов тоже умер до срока. Так. Вот теперь конкретно будем говорить о лишних людях. Евгений Онегин. Как считают литературоведы, это роман о душе человека и о столкновении западного мировоззрения с русским. Романтик и идеалист Владимир Ленский, 18 лет, прибыл из Германии с идеями немецкого романтизма. Он учился в Геттингенском университете. Поклонник канта и поэт. И в свое время я специально ездила в город Калининград, бывший Кёнигсберг, для того, чтобы увидеть могилу великого философа Эммануила Канта. И обязательно, говоря о Канте, я вспоминаю Ленского. И когда я говорю о Ленском, я всегда вспоминаю Канта. Евгений Онегин. Байронический герой-индивидуалист. И мы все помним, что у него на столе стояла маленькая чугунная фигурка Наполеона. Им противостоит милый пушкинский идеал Татьяна. В прошлый раз, когда у нас была тема, говорящая имена в русской литературе, мы говорили об имени Татьяна. И хотя это имя иногда называют простонародным, но изначально мы говорили, что это царица из рода Татья. Царя Татья. Поэтому Татьяна не такая простая. Но она верит в приметы простонародной старины, боится страшных снов, обращается к няне, к своему самому близкому другу. Именно ей доверяет ее внуку письмо Канегину. Рассуждает здраво она, хотя она начиталась сентиментальных романов того времени, Ричардсона, Руссо, Лавласа. Но она не ослеплена чувством, не заканчивает свою жизнь, как бедная Лиза. Выходит замуж и остается верной своему долгу. И фишкой нашего сегодняшнего урока будет выставка. К 205-летию Михаила Юрьевича Лермонтова в нашей гимназии мы устроили выставку «Вечный герой нашего времени», в которой представили героев Лермонтова из повести Белла, романа «Герой нашего времени». Они будут сопровождать нас в течение нашего урока. Григорий Печорин. Хотя мы говорим, что он индивидуалист, эгоист, но мы отмечаем у него и положительные качества. Он очень любит природу, тонко и поэтично её описывает в своём дневнике. У него много описаний окрестностей Пятигорска, Кисловодска, где он проводит своё время. В своё время мы тоже несколько раз были в этих местах, можно сказать, благословенные места. Так что мы делаем вывод, что Печорин – чувствующий человек. А здесь мы представляем сцену катания на лошадях, весёлая компания, Печорин, конечно, Адмири и их друзья, в том числе и Грушницкий. Григорий Печорин ради удовлетворения своих страстей разрушает чужие жизни, играет их судьбами и чувствами. Даже можно сказать, что он разрушил отношения Максима Максимовича с местными жителями, потому что местные жители доверяли ему, приходили в крепость, продавали овец. А после того, как в результате заговора между Печориным и Азаматом Азамат уехал на Карабёзе, принадлежащем Казбичу, то, мне кажется, эти отношения уже будут не те, что раньше. Разрушает чужие жизни, он разрушил жизнь, как мы сказали, и мирных контрабандистов, и княжны Мэри, и Беллы, которая погибла, играет их судьбами и чувствами. Мы вспомним, как он добивался любви Беллы, что из этого вышло. А из его дневниковых записей мы видим, что он чувствует всю неправду, зло и пошлость, которая сеет вокруг себя. Вот смотрите, зачем я живу, для какой цели я родился, назначение высокое, я чувствую в душе моей силы необъятные. И Печорин понимает, что растрачивает жизнь впустую. Здесь вообще-то должно было быть слитно, но оно как-то по дороге отделилось впустую. Это наречие пишется слитно. На этом мы заканчиваем первое занятие. И на втором занятии мы продолжим тему «Лишние люди в русской литературе». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok